Владивостокцы отметили День физкультурника спортивно. Праздничные мероприятия прошли на свежем воздухе на водной станции ТОВ. Утро началось с зарядки чемпионов, в которой приняли участие сторонники активного образа жизни, в том числе и глава Приморского края. Сегодня во всех муниципальных образованиях зарядка Приморья за спорт, утренняя хорошая субботняя гимнастика радует наших людей, вовлекают их в физкультуру и спорту. И самое главное, что спорт сейчас не становится чем-то далеким, профессиональным, он становится близок и понятен каждому. В честь Дня физкультурника глава Приморья передал спортивным и социальным организациям края более 2000 комплектов палок для скандинавской ходьбы, а также за организацию заключительного этапа подготовки национальных сборных команд к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио вручил благодарственные письма руководителям спортивных организаций Приморья и тренерам. Мероприятие здоровское, очень клево, что все больше людей разных возрастов, от детей до стариков сами видели. Да, даже такие прям старушки, молодцы, занимаются спортом. Классно, что это стало более доступно для людей. Здорово делать такие мероприятия, приглашать квалифицированных тренеров, губернаторов. Люди идут, людям нравится, что политика близко к народу. Ну и это главное же здоровье, правда? День выдался активный. Помимо разминки, все желающие прошли двухкилометровую дистанцию по тропе здоровья и приняли участие в бесплатном мастер-классе по скандинавской ходьбе. Здоровый образ жизни необходим каждому, каждую семью, каждому человеку. Мы с детьми всегда стараемся не пропускать подобные мероприятия, потому что это всегда весело, это задор такой. Это такой заряд бодрости, уверенности в себе дает, силы, здоровья и вообще это отлично. Спасибо руководителям, спасибо организаторам. Какой-то позитив. Людям же это нужно обязательно, поэтому, конечно, и властям благодарен. Отметим, в рамках празднования Всероссийского дня физкультурника в Приморье провели более 60 спортивных мероприятий. Турниры по футболу, баскетболу, пляжному волейболу, воркауту, настольному теннису, шахматам, а также семейные эстафеты, велозаезды и другие. Алина Черненко, Екатерина Пономарева, Игорь Егоров. Новости на Восьмом.